Фактически прологом к 6-й международной конференции НУДЭКа 2021 стала встреча припечан на сервисе Zoom на кухне, открытой накануне комнате музея города Припять с интригующим названием «Замыть до». На кухне собрались припечане, Галина и Валерий Сулимов, а также Александр Демидов. Модерировал эту встречу журналист и блогер Александр Купный. И сегодня мы с вами поговорим о Припяти, какой она была до аварии. По крайней мере, я очень надеюсь, что гости нашей импровизированной припятской кухни поделятся своими воспоминаниями. Первая половина встречи была посвящена ярким воспоминаниям о Припяти, о том, как в этот красивый и молодой город приехали участники разговора. Молодость, желание, о, Чернобыль, строительство новой атомной станции, все, поеду туда. Ну, хотелось как бы душа полета. То есть, по желанию. По желанию, абсолютно, по комсомольской путе. Вот, поэтому я приехал туда и работал первый год плотником бетонщика. С тех пор я понял, что работать рабочим – это не мое. То есть, я 11 месяцев проработал, и я понял, что 12-й я уже не выдержал. Потом уже вспомнил свою молодость. Я с молодости увлекался музыкой, еще со времен института делал дискотеки. И потом стал параллельно работать в Доме культуры «Энергия» диджеем. И впоследствии я понял, что и комсомол – это не мое. Потому что, знаешь, вот отчитываться за то, сколько комсомольцев ты уволил из комсомола за то, что они крестили своего ребенка, ну, не по-христиански. Валерий и Галина были уже мужем и женой в институте и хотели после окончания попасть уже на работающую АЭС. И выбор пал на ЧАЭС. Хотя, как им говорили, попасть туда сразу после института практически нереально. Но они смогли. Одним из самых ярких было впечатление о первом посещении Припяти. Приехал в Киев, в Киеве сел на ракету, это было начало сентября, и когда ты на ракете выезжаешь из центра в Киеве, я был просто поражен. И еще был такой теплый сентябрьский день, и я вот выхожу, это вот улица Курчатова, как раз Прометей, куча роз, ну, фантастика, я просто вау. А чуть позже Валерий столкнулся с советской действительностью. Примерно месяц меня гоняли между отделом кадров и паспортным столом, и я не мог прописаться, потому что не работал. Я не могу строиться на работу, потому что не прописан. А прописать меня не могли в общежитии, потому что я уже был женат, а Галина приедет через год. И вот тут коллизия. Ну, опять же, советская эта система, совет молодых специалистов, меня взял под крыло и продавили. Меня прописали в общежитии, приняли на работу, все нормально, и через полгода приехала Галина. В общежитии я переночевала целую одну ночь. А потом они вспоминали о дворце культуры энергетик, где Демидов работал диджеем дискотеки «Дисун-2». Дискотека была лучшей в Киевской области и дважды становилась третьей во всеукраинских конкурсах дискотек. У нас у первых появилась танцевальная программа «Девочки, которые танцевали во время дискотеки». То есть это были действительно шоу-программы. У нас был тройной, ну вот «Дом культуры» напротив меня как раз очень удобно, тройной полеэкран. На шести слайдах показывали слайды во время всей танцевальной программы. То есть центральные – это были исполнители, а по бокам – это в зависимости от темы. Море, девушки, все такое. То есть у нас был такой, мы старались сделать такую развлекательную программу. А Валерия и Галина пели в «Доме культуры и энергии» в ансамбле «Кантабеля». У нас был такой момент, когда мы сделали полностью новогодний концерт. Полностью, с антрактом на полтора часа. С билетами по 50 копеек сам. По 50 копеек, сам. Так вот, этот концерт пришлось повторять. Пришлось повторять, потому что было столько желающих, которые его не видели. И мы его повторяли на 50 копеек. Это да, да. А мы же аматоры, то есть это же не профессиональный коллектив, это любительский. А зал в ДК «Энергетик» был такой же, как у нас, примерно, на 500, да? Да, по-моему, больше. Если больше, там большой был зал, да. Как бы не 900 человек, а большой. Так вот, первый концерт, люди стояли в проходах. Серьезно? Да, и попросили, и сделали второй раз. А воспоминания о коллективах, дворцах культуры были самыми теплыми. Отношения между коллективами были дружеские. Все помогали друг другу. Не было конкуренции между... Да, причем мы свободно ходили в гости к дискотеке или к Мише Назаренко, да? Да, который снимал наши концерты. И все, это же студия. То есть это ДК «Энергетик», ну вот это все было, как бы, такой коллектив такой же. Да, да, это был мощный коллектив, и мы как бы дополняли, вот допустим, Миша, надо с музыкой помочь, мы ему помогаем. Говорю, Миша, поснимай у нас там на дискотеке, там, ну, будет интересная программа. Он приходил с фотоаппаратом, фотографировал, снимал, слайды делал и так далее. То есть вот действительно вот сейчас вспоминает Люба Сирота, литературно-музыкальная студия. Мы совместны с ней, ну, казалось бы, ну что там, авторы стихов могут уметь общего с дискотекой. Совместились, сделали спектакль, мы не могли друг друга не найти, по стихам припятских поэтов. Ничего себе. Да. И делали дискоспектакль, и потом показывали его даже, мы ездим на какой-то конкурс, все так ошарашенно смотрели на то, что дискотека, говорю, а что нет? Минут пять говорили о чудесном празднике 1 апреля, который проходил в Доме культуры «Энергия» ежегодно. В нем участвовали все коллективы и ЧАЭСовский клуб веселых встреч, конечно. КВН такого, знаешь, очень жесткий, с очень жесткими репризами, с очень жесткой критикой. Значит, в горком партии несся один сценарий, а реально происходило другое. Да. А потом за все это дело получала втык, я уже не помню, там, завсектором каким-то, который отвечал за это направление. Да. Она приходила на репетицию, говорила, этого нет, сценарий, мы знаем, что это, что это. Да что, думаешь, весь горком партии придется? Да, они просили шесть билетов, скажи, что есть только три. Лиже к финалу встречи от ярких припятских воспоминаний перешли к ответам на вопросы от зрителей, которые касались в основном уже после аварийного периода. Так, в частности, они ответили на вопрос, а как проходила эвакуация? В тот момент, как нам сказали, уезжайте, возьмите, да, документы и вещи на три дня. И вот именно так мы и уезжали на три дня. Вот у меня был ребенок трех с половиной лет, да, вот, ну, грубо говоря, ребенок и косметичка. И документы. Это правда. Это было у всех. На самом деле никто в тот момент не понимал масштабов катастрофы. И не понимали, что уезжают навсегда. И мы точно не понимали, что мы уезжаем навсегда. Мы абсолютно об этом не думали. Ну, ехали. Сама эвакуация вообще очень спокойно и организованно прошла. Да. Очень. Было очень много автобусов. Именно потому что люди не знали, зачем, почему и надолго. Наверное, да. Не было никакой ни паники. Вышли, сели и поехали на самом деле. И в тот момент мы точно не понимали, что мы никогда сюда не вернемся. Я могу сказать, что вообще это понимание пришло вообще в принципе не скоро и не сразу. Ну, летом, да, да. Ближе к осени. Да, ближе к осени, да. А до этого мы все время все думали, что все-таки, наверное, сейчас еще что-то произойдет. И мы, как, наверное, сейчас с коронавирусом. Вот сейчас раз все закончится, мы опять будем жить так, как жили. И долго, потому что очень трудно отрываться от своей, ну, уже привычной жизни. И очень хочется ее вернуть. Вот, поэтому уехали мы, уехали без ничего, с документами, да, с документами и детьми. Это была запредельная авария, поэтому, как бы, к этому относились. И поэтому психологически никто не был готов воспринять это. Да, потому что вот я не замечаю варианта, что если бы люди на тот момент знали хотя бы, там, ну, десятую долю правды, то, может быть, ликвидация происходила бы в более таком критическом состоянии, более жестком. Ну, или нервном. Или нервном, да. А так, конечно, это все было очень спокойно. Было несколько вопросов о фильме HBO Чернобыль. Насколько он правдив? В первой серии само развитие событий и, как бы, характеры и реакция героев было показано довольно точно. Довольно точно. И вот то, что Саша Демидов говорил, что дятлов не верил, и это тоже было в HBO показано. Что не было? Не было людей на мосту, которые смотрели на горящую станцию. Да, и красивости с детьми, там, с пеплом и так далее. Это была ночь, в которой люди спали, и никто на таких мостах нигде не стоял. Это однозначно. Мост смерти – один из мифов. Да. Один из мифов. Ну, я скажу тоже, мы должны понимать, точнее, все, кто нас смотрит, что это все-таки элемент художественного фильма. Что, как любой автор, он что-то должен был додумывать. Он не был ни в Припяти, ни на атомной станции, хотя, насколько мне известно, представители были и общались, в частности, с ликвидаторами и с другими людьми. Я могу сказать, я не атомщик, но я могу сказать точно, что атмосферу Советского Союза они передали на 100%. Причем я не видел больше ни одного фильма, относящегося либо к Чернобылю, либо к остальным, насколько вот это отношение в Горкоме партии, отношение в ЦК. Я не был в ЦК, но я представляю, что именно так все и происходило. И очень скрупулезная работа в деталях, в обстановках в квартирах. Даже вот такая деталь, я обратил внимание, что на пожарных машинах были номера КХП. Это киевские областные номера. Мне думается, что вот та самая атмосфера, которая так тебя впечатлила, она показана в фильме слишком… Гиперболизирована? Да, слишком преувеличена. То есть на самом деле она не была такой преувеличенной. Такой вот критики, отношения к многим вещам, я такого просто не видел и больше никогда, кстати, не видел. То есть настолько вот это вот было близко, может быть, с гиперболизацией, но я это понимаю как человек творческий, я понимаю, что для того, чтобы как-то передать и как-то взбодрить, на где-то что-то добавить. Где-то добавить плюсов, где-то добавить минусов. Иначе будет документальный фильм, а документальные фильмы, они не всегда интересны. Могу сказать, что из художественных фильмов это лучше. Это лучше. Спрашивали и о заместителе главного инженера Анатолии Дятлове, негативном персонаже в фильме «Чернобыль». И это был очень действительно очень жесткий человек, очень неоднозначный, авторитарный, но негативным я его назвать не могу. Он не боялся принимать решения. И брать на себя ответственность. Если он ошибся, он это признавал. Почитайте его книгу. Книгу воспоминаний Анатолия Александровича Дятлова. Очень интересно. А в финале участники встречи подвели итоги. Поэтому спасибо Александру за то, что он задавал не самые сложные вопросы. Хотя мы договорились, что он будет от нас критиковать полный рост. Поэтому за это все еще спасибо. Если это было интересно телезрителям или как это? Даже не телезрителям. Зумо-зрителям, да. Если вам зумо-зрителям было это интересно, приходите. Будем отвечать на ваши вопросы в меру своих способностей и знаний. Очень понравилось наше сегодняшнее общение. И в прямом эфире еще раз хочу поздравить свою жену. Гарри! Гарри! Да, да. Мой знаменательный день рождения, да. Как мы его называем? День советской родницы. Я в захвате, я кто скажет. Украинский молодой. Нет, правда. Мне на самом деле очень приятно. И именно душевная атмосфера получилась. Непринужденность. И, как показали первые вечера, проведенные в комнате музея Припяти, идея создания такого уникального и единственного в мире музея была правильная. А ведь родилась она и частично была реализована еще 10 лет назад.